Улыбки детей – самая большая награда за труд. Художники раскрашивают стены Мурманского дома ребенка. Каким, по их мнению, должен быть детский дом? И как скрасить повседневную жизнь ребенка, оставшегося без мамы и папы, расскажет Ольга Сотникова. Мир детства – огромный мир, где всегда должен звучать смех. Но есть места, где радоваться сложно. Только 30% детей попали в Мурманский дом ребенка, потому что их родители лишены прав. Остальные живут в этих стенах при родителях, которые не выполняют свои обязанности. Настоящими волшебниками в этот раз стали художники. Для малышей, оказавшихся запертыми в четырех стенах, они создают настоящий праздник. И когда волшебники уходят, ощущение сказки остается. Радость, тепло. У нас в советских мультиках персонажи не очень добрые, вызывают только положительные эмоции. Ребенок будет разглядывать, будет успокаиваться, с ним будет так много плакать. То есть будет чуть-чуть чувствовать себя посчастливее. Участники благотворительного проекта «Мир ярче» приехали к нам из Карелии. Волонтеры решили своими силами сделать ремонт в гостиной Мурманского дома ребенка. А спальные комнаты украсят изображениями персонажей из известных советских мультфильмов. Их выполнят экологически чистыми, абсолютно безопасными красками. Сейчас мы работаем в изоляторе, в данный момент, там где детки находятся буквально первые минуты, когда их приводят в дом малютки. Хотим расписать стены, а в дальнейшем заняться игровой комнатой и сделать вот такой замечательный проект. Мурманский областной дом ребенка – это специализированное учреждение для детей с нарушением психики. Всего 8 групп, каждая из которых 10-13 человек. По мнению руководителей дома ребенка, яркие комнаты будут способствовать налаживанию контакта между детьми и родителями. Для наших деток, которые находятся вообще в закрытом учреждении, в закрытом пространстве, несмотря на то, что сейчас мы стараемся как можно больше расширить круг их общения, их кругозор, конечно, любое яркое новое пятно – это очень большой шанс для них получить какой-то толчок в развитии. Сейчас с художниками сделаны пока только эскизы. Основная работа еще впереди. Всего благотворители собрали полмиллиона рублей на благоустройство помещений дома ребенка.